Углеводород Отметим, что в Колумбии накоплено до 60% запасов тяжелой нефти, поэтому в ближайшие 20-30 лет здесь сосредоточится мировой центр добычи вязкого черного золота. Это огромные запасы, добыча которых проводится весьма затратно. При этом 80% нефти остается на глубине под землей. Казанские разработки, созданные университетскими учеными, стали более экономичными и приемлемы, чем и привлекли внимание зарубежных коллег. Проекты с нефтяным университетом, с нефтяным институтом Колумбии, который является, так сказать, центром науки и технологий для колумбийской нефтяной компании «Капитрон», где мы тоже утвердили уже определенный план проекта. Они связаны с разработкой катализаторов для процесса увеличения нефти отдачи. Несмотря на еще совсем недолгое сотрудничество КФУ с Латинской Америкой, нашим ученым уже удалось успешно о себе заявить. Одним из направлений сотрудничества должен стать трансфер технологий. И тут ученые Казанского федерального получают полный карт-бланш. Колумбия, как и вся Латинская Америка, в целом страна, где преобладают в основном запасы тяжелой нефти. В настоящее время будет обсуждаться вопрос реализации новых масштабных проектов. В конце июня в Казанском университете пройдет международная конференция по термическим методам увеличения нефти отдачи. И на эту конференцию мы ждем большую делегацию из Колумбии, как со стороны нефтяной компании, так и со стороны университетов и институтов Колумбии. Поскольку для них Казанский университет является ключевым центром для развития технологий в области увеличения нефти отдачи. Убедиться в том, что ученые стратегической академической единицы «Эко-нефть» на тяжелой нефти, как говорится, собаку съели, можно едва ли не в любой лаборатории университета. Отметим, что Казанский федеральный заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Колумбии – Индустриальным университетом Сантандера. Также было принято решение о создании на базе КФУ Ассоциации студентов России и Колумбии. Таким образом, КФУ станет куратором всех направлений сотрудничества между российскими и колумбийскими учеными.